Как ты относишься к дождю, Ксюш? Мне нравится. Не всегда, конечно, но я на самом деле люблю дождь. Единственный момент, когда мне не очень нравится, это когда... Я иду под дождем, да? Когда ноябрь, и там снегодождь, дождь со снегом, что вообще происходит, и ты еще шапку забыл. Ну, в общем, вот это отстой полный. А так нравится. Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. И сегодня мы обсуждаем, как вы уже поняли, я думаю, и как вы прочитали в названии эпизода, Макото Синкая. Вы просили, мы добрались. Был один культовый режиссер Хаяо Миядзаки совсем недавно. Пришло время обсудить другого культового режиссера. Но мы как бы и с Миядзаки пошли против течения и выбрали не самый популярный его фильм. Мы типа не мейнстрим. Да, не самый популярный его фильм. Так у Синкая мы решили чуть-чуть, не сильно, не так сильно, как могли бы, но чуть-чуть все-таки уйти от основного потока и обсудить не твое имя, а обсудить Дитя погоды. Прежде чем мы начнем, уже кажется, это в традицию тоже вошло делать небольшие анонсы. У нас в бонусных эпизодах закончились филерные арки Наруто. Мы обсудили весь первый сезон и, соответственно, мы теперь знаем, какие серии смотреть, какие не смотреть. Поэтому мы ВКонтакте и у себя в Телеграме выложили посты с инструкцией, какие арки из филеров Наруто стоит посмотреть, а какие вообще никогда не прикасаетесь к ним. И в связи с тем, что у нас закончились филерные арки, мы в бонусных эпизодах перейдем к обсуждению других разных тем. И, в частности, бонусом к этому выпуску будет эпизод, где мы с Ксюшей будем обсуждать аниме, которое мы смотрели в детстве, аниме, с которых мы начали вообще интересоваться этой темой. Так что, если вы еще не подписаны на нас, это можно сделать в группе ВКонтакте, стать нашим Доном. Я смотрю на Ксюшу, чтобы она засмеяла. Я уже привыкла. Дон — это уже типа статус. Нормально. Дон. Вот. И можно сделать на Патреоне, если вдруг вы не в России и в ВК вы оплачивать подписку не можете. Тоже вариант. Ссылки есть в описании к этому выпуску. Так что переходите и слушайте кучу еще интересного контента от подкаста Бака. Я, наверное, хочу построить выпуск похожим на то, как мы говорили о Миядзаке. Ну, давай попробуем. Мне кажется, что у Синкая тоже можно в меньшей степени все-таки «Дитя погоды» — это последний его фильм, и он отличается от старых фильмов в некоторых мотивах. Но мы все равно можем что-то повыделять и не только обсудить «Дитя погоды», но и еще что-то захватить заодно. Потому что мне сложно говорить о Синкая примитивно только к одному фильму. Очень уж я люблю этого режиссера, мне нравятся его фильмы. Я, если честно, не так много помню, что я у него смотрела. Точно много что смотрела, но мало что осталось в памяти. Твое имя было, потом «Ловцы снов» или как-то так тоже было. Пять сантиметров в секунду? Кстати, нет, не смотрела, у меня почему-то не хватило. «За облаками»? «За облаками» тоже помню. «Сад забытых слов»? Да, «Сад забытых слов». И, по-моему, какая-то еще штука была, но точно не помню. Ну, смотри, почти все. Ну, да, да. Но ты знаешь, это было случайно, я случайно наткнула, случайно посмотрела. Нет, мне прям нравится. Причем вот мы будем с тобой обсуждать в бонусах аниме детства, и вот «За облаками» на самом деле было одним из аниме, которые я в детстве посмотрел, которое на меня прям большое впечатление произвело, я помню. Так что я к Сенкае очень хорошо отношусь. Давай для тех, кто не смотрел, может быть, «Дитя погоды», в двух словах, буквально очень быстро перескажем сюжет. Есть парень Ходека, он старшеклассник, и он сбежал от своих родителей в Токио, чтобы начать новую жизнь. Голодную. Холодную. Ну, он об этом не знал. Там он ошивается, не может нигде устроиться на работу, в итоге попадает в передрягу находит пистолет. Пау-пау. Причем важно сказать, что в Японии суперстрогие законы по поводу оружия. То есть пистолеты там запрещены настолько, что если тебя с настоящим пистолетом увидят на улице просто, что ты его несешь, то тебя могут уже посадить в тюрьму. Представляешь, что ты даже не стрелял из него. Клево. И тем более, если ты стрелял из него, и даже если ты никого не убил, тебя могут еще, соответственно, большее количество лет посадить. Он случайно находит пистолет, прячет его. И еще он случайно встречает девочку по имени Хина, которая оказывается девочкой солнца. Шаманкой. Девочка, да, которая может призывать солнце в дождливом, ужасно дождливом Токио. И они вместе начинают дружить и развивать бизнес, потому что они продают ее услуги. Вот. Но оказывается... Зачем это ужасно. Да-да-да. Но в итоге оказывается, что чем больше она молится о солнце, тем призрачнее становится, тем быстрее исчезает, потому что по мифологии этого мира, выдуманной мифологией, мы про это поговорим еще дальше, чем больше Хина молится, тем больше она исчезает, потому что, по идее, девочку солнца как бы приносили в жертву, и тогда бесконечный дождь останавливался. И, соответственно, она тоже должна исчезнуть, чтобы дождь прекратился и погода нормализовалась. В итоге так и происходит, но Ходека отказывается, чтобы такой ход вещей был, и несмотря на полицию, которая за ним гонится, потому что он ходил с пистолетом, более того, из него стрелял в воздух, и несмотря на его друга Кейсуки, который тоже пытается его остановить, Ходека отправляется вслед за Хиной, спасает ее, и дождь бесконечно продолжается, пока не затапливает Токио. Примерно такой сюжет. Я быстро и коротко рассказал, опустив много деталей. Мы эти детали сейчас обсудим, просто это для того, чтобы обрисовать общую какую-то картину. Фантастический мир. Мы видели его в тот день, хотя сейчас я сам не знаю, может быть, он нам приснился. Но нет, это был не сон. Тем летним днем высоко в небе мы с ней заставили мир измениться навсегда. Если говорить предметно, у Синкая всегда хочется сперва поговорить про визуальную составляющую. Ну да, картинка, как всегда, топ. Потому что, да, это, ну я не знаю, один из немногих, если, ну не единственный, конечно, но один из немногих режиссеров аниме, который настолько детально относится к прорисовке фона именно. То есть персонажи у Синкая не в «Дитя погода». В «Дитя погода» они тоже очень хорошо отрисованы, но в ранних работах особенно могут быть очень схематичными. Ну, их лица, иногда даже не прорисованы лица, они в тени как бы находятся, и там вообще нет ни глаз, ни рта, ни носа, ничего. Но при этом все окружение прорисовано максимально детализировано, максимально четко. Вот. И в «Дитя погоды» это еще сильнее видно, учитывая как бы новые технологии, которые пришли в мир аниме. Кстати, вот да, у него очень сильно видны эти новые технологии. Возможно, именно это меня отталкивает, потому что я больше люблю такую классическую картинку, когда все прям плоское двухмерное. Это мне прям просто очень нравится, потому что там краски играют по-другому. Ты их воспринимаешь совершенно иначе, именно как картину. Здесь ты смотришь кино, неплохое кино, очень яркое, классное, цветастое. Вот. Ну и да, надо дать должное, то, что он реально прорабатывает просто все малейшие детали, особенно в последних работах. Но, по-моему, вот в самых первых, типа 5 сантиметров в секунду, насколько я помню, там не было такой детализации. Ну, там просто денег было меньше. Ну, наверное. Денег и технологии, потому что там за облаками, например, там тоже очень хорошо прорисованный фон, просто он больше похож на рисунок и меньше похож на реальность, просто потому что не было тогда средств для того, чтобы сделать его более похожим на реальность. Ну, вот даже «Ловцы снов», там персонажи, например, выглядят иначе совсем. Ну, «Ловцы снов» — это все-таки такой фильм, дань уважения Миядзаки, там очень много каких-то параллелей. Ну да, да, согласна. Он мне понравился больше всех. Он выбивается из всего остального ряда произведений. Все-таки Синкай, по сравнению с Миядзаки, он такой художник города. У него во всех практически фильмах, особенно чем позднее, тем больше реальный Токио или реальные другие города, реальные места и городские места в основном. То есть, да, там есть природа, она там играет какую-то роль, где-то больше, где-то меньше, но город — главный мотив и главный фон, на котором все происходит. И, соответственно, даже это уже визуально его отделяет от Миядзаки, не говоря уже, в принципе, о подходе. Когда Миядзаки смотришь, он делает так, чтобы все оказалось живым за счет большого количества персонажей на фоне, которые все активно действуют, все по-разному реагируют, все время какая-то движуха идет. У него там, да, реально какая-то бесконечная динамика идет. У Синкай по-другому, он берет именно, знаешь, каким-то реальным движением, там деревья колышутся, просто движение города показывает, как машины туда-сюда ходят или люди переходят дорогу. Да, у него немного другая динамика, как-то нет такого будоражащего чувства, как у Миядзаки. Но это чисто, знаешь, у каждого свои вкусы. Так это назовем, да. Первый раз с тех пор, как я приехал в Токио, я ел вместе с кем-то. С этого момента началась моя новая жизнь! У него, у Синкай есть еще очень много в визуальных штуках повторяющихся мотивов. Мы про Миядзаки говорили, что когда хороший режиссер, он на самом деле снимает каждый раз один и тот же фильм. Синкай абсолютно сто процентов снимает каждый раз один и тот же фильм. И там много пересекающихся вещей, вроде дождя того же, который в «Дитя погоды» просто колоссальный, конечно, объем принимает. Это поезда и всякие развязки, и дорога в пути. Там в 5 сантиметров в секунду есть поезда, в твои взгляды героев пересекаются в конце, именно когда они на поездах приезжают. Здесь чуть меньше поездов в «Дитях погоды», хотя они все равно есть, когда они едут, сбежав от... Либо так, либо когда он бежит по рельсам. Он бежит по рельсам тоже, да. Но там все-таки, когда он бежит по рельсам, это такое, как будто бы он в противоход этим, знаешь, этим поездам бежит. А когда поезда все-таки, они в основном у Синкай про одиночество какое-то. Мне кажется, у него какая-то своя вот эта вот любовь к поездам. Да, да, однозначно. Супер романтическая, нежная и прочее. А если честно, я абсолютно так же отношусь к поездам, потому что я в детстве очень много ездил из Москвы в Владикавказ. Это два дня пути на поезде, ну, двое суток. И ты, соответственно, едешь, и время в этот момент оно такое, оно несуществующее, оно есть и нет. И вот у Синкай очень много, мне кажется, как раз такого ощущения, когда время вроде бы то сжимается, то, наоборот, растягивается, а на самом деле оно вообще какое-то несуществующее. Просто мгновения замирают и остаются такими. У меня, скажем так, схожие чувства от поездов, но они немного другие. Картинка немного не сходится. Вот, у меня именно поезда, это какие-то приглашённые тона, потому что я тоже в детстве очень часто ездила к бабушке в Чебоксары, но это буквально было, ты вечером садишься в поезд и утром приезжаешь, то есть ты там ночуешь. У меня всегда были какие-то приглашённые тона, и тебе нужно просто поспать и очутиться в новом городе. Не, я тут днём ехал, и ты смотришь всё время в окно, и тебе довольно, соответственно, и скучно, с другой стороны, приятно, что ничего не надо делать, да, и чучух-чучух этот. Вот, ну, короче, очень знакомые, на самом деле, чувства. Потом у Синкая очень много сделано вовлечения тебя в происходящее за счёт бытовых вещей. То есть у него практически во всех фильмах есть сцены, где кто-то готовит какую-то еду или снимает еду, как в «Твоём имени», когда они фоткали еду в ресторане. Или здесь, когда Нацуми готовят еду, когда Ходока первый раз только приходит к ним домой. Вот, или когда Хина готовит ему поесть, когда он приходит к ним в гости. Эх, вкусно выглядело. Вот, то есть вот такие мотивы есть ещё. Слушай, мальчик, как не стыдно пялиться на сиськи спящего. Я не специально. Ещё в последних работах, чем ближе к последним работам, тем больше, у Синкая появляется история с мифологией японской. Причём он всё время её немножко перевирает. Ну, не немножко, а множко. Ну, в общем, просто выдумывает совершенно другую историю. Ну, да, он выдумывает другую историю, но очевидно, что он какие-то корни берёт из мифов. В принципе, Миядзаки-то тоже не то, чтобы, знаешь, по букве закона всё пересказывал. Ну, это да, но у него, скорее всего, намешано просто из разных историй много. Вот, а Синкая, он берёт одну историю, но он её по-другому рассказывает. Просто в «Дитя погоды» как бы первая ассоциация, которая возникает, когда ты смотришь «Дитя погоды», тебе кажется, что в японских мифах, в какой-то из религий есть вот девочки солнца, которых как бы реально там приносили в жертву, например, или не приносили, а просто это была какая-то одна девочка солнца, про которой есть миф, например. И, соответственно, вокруг этого Синкай как бы придумал историю. Он перенёс её в настоящее время, и вот тебе получился сюжет. На самом деле нет никакой девочки солнца в мифологии японской. Есть единственная там связь, которая может быть, это... Есть миф о девушке в водяном драконе. Её изображали как бы как водяного дракона, либо с головой змеи, либо как девушку с хвостом водяного дракона. Вот, и именно рисунок этой девушки с водяным драконьим хвостом показывают в храме в «Дитя погоды» в одной из сцен. И кажется, что именно этого дракона, ну, по крайней мере, внешне он вроде бы похож, показывают в сцене, когда Ходека взлетает вверх и спасает Хину, и вот он видит, как этот водяной дракон там как бы его съедает, по сути. Вот, но он состоит из воды, поэтому он не носит вреда. И кажется, что Хина, она как раз вот эта морская змеиная принцесса, как правильно соединить такое количество слов в одно? Водяной. Ну да, я водяной еду. Да, вот, и как бы она просто вот олицетворение этой фигуры. Но в мифах этот дракон, он просто вызывал дождь и снег, и непогоду. Там не было никакой истории, связанной с жертвоприношениями или тем, что это какой-то реальный шаман. Ой, это, кстати, очень сильно перекликается со сказаниями земноморья. Ты не смотрел? Очень давно в детстве. Ну, там тоже фишка с драконами, что всегда было какое-то противостояние двух драконов, ну, из-за разряда там силы добра и зла, лето-поля. Да, и там тоже говорилось о том, что драконы – повелители стихий, повелители там природы, то, что они вызывают ветер, они вызывают шторм, ну, всякое такое. То есть это нормально, когда дракон отвечает за ситуацию на твоей планете. Ну да, это, в принципе, у азиатских народов, в азиатских странах эта история частая. Есть еще интересная штука с рамкой, через которую, ну, не рамкой, а вот этими воротами, через которые проходят и хина, когда молятся, и ходека, когда пытаются ее спасти. И интересно то, что эти ворота, они одновременно есть и в буддизме, и они, в принципе, почитаются в буддизме, и они одновременно в синтаизме тоже во второй религии японской, и поэтому они такие универсальные в этом смысле для японцев, они для тех и для тех. Вот, и там есть определенное божество, женщина, связанная с этими воротами, но она там отвечает за такое безумное количество вещей, ну, типа она универсальный такой бог. Ну, блин, там если углубляться в их мифологию, то можно просто голову свернуть. Да, там очень сложно. На самом деле синтаизм – это же просто ответвление буддизма, да? Ну, они не совсем, они разные все-таки. Ну, там, скажем так, все очень сильно понамешано, и если уж так по чесноку, то все пошло из Индии. Да, это так. Ну, в любом случае, вот эти ворота, они тоже такие универсальные в этом смысле, и они туда и сюда, поэтому как бы привязывать, опять же, их к какой-то мифической истории не стоит, потому что я такое видел, что люди рассказывали, что вот, там, границы загробного мира и незагробного, на самом деле нет, это как бы просто ворота, в которых молятся довольно часто по разным вещам, вплоть до, там, благосостояния, например. Поэтому как бы... Ну, ворота и ворота. Ну, они просто имеют какое-то символическое значение. Ну, как у нас, алтарь какой-то, я даже не знаю, с чем сравнить. Ну, да-да-да, типа того, да. Вот, в ранних работах у Сенкая меньше было вот таких каких-то мифических мотивов. Там, например, в «За облаками», если вспомнить такую роль какого-то мифа, играет огромная башня, якобы построенная Советским Союзом. Это вообще ржака. И у него там больше такого научно-фантастического, что ли. Чем ближе к настоящему моменту, тем меньше у него научной фантастики, тем больше какой-то магии появляется. Ну, да, там видно, как он постепенно отходит от какого-то реализма, и такой, так, мне нужна щепотка веселья. Ну, я не слышал, что это веселье. Ну, не то, чтобы это веселье, знаешь, так побаловаться, можно теперь пофантазировать, вот это вот всё. Я бы сказал, что вот с баловством другая у него история, другой мотив, это то, что чем ближе к настоящему времени, чем более современные у него фильмы, тем более они на самом деле смешные и забавные становятся. В том числе он подростков делает подростками. Да, они становятся у него смешнее. То есть «Дитя погоды», вот эта сцена, где наги в костюме... Девчон? А, в костюме «Человечка от дождя», я забыла, как они называются. Я тоже, у меня вылетела из головы, вот сейчас прям я помнил, но вы поняли вот этой белой штуковины, которая от дождя. Вот, это же, ну, очень смешно. Да, это очень мило. Да, или когда Ходека приходит и такой, блин, это что, первый раз, когда я буду в гостях у девочки? Мне у него нравится, что он постепенно начинает показывать мысли, ну, совершенно естественные, которые у тебя происходят, то, что «Ох, ёлки-палки, это что, у меня сейчас в любви признается?» Или вот, ну, что-то такое совершенно очевидное, что на всем встречалось в жизни. А в твоём имени мне нравится очень сцена, где главная героиня идёт по этой их деревне и говорит, что вот, типа, здесь ничего нет, работы нет, там, типа, кафе нет. Зато почему-то две пивные, и дальше такая, и женихов нет. Это, ну, очень смешно. И представить такое себе в ранних работах Сенкая довольно сложно. Они все были такие довольно серьёзные. Романтичные слишком. Ну, нет, я бы сказала, скорее меланхоличные и печальные такие. Ну, вот это вот, не знаю, поэт сейчас умрёт. У меня такое всегда было чувство. Я, наверное, поэтому раннего Сенкая вообще не воспринимаю. У меня просто почти все картинки стёрлись, и я помню, когда я посмотрела «Сад», забытых слов, это, ну, мне не понравилось, если честно. Ну, «Сад», кстати, более современный, недавно выходил. Да, относительно. Всё как бы было хорошо до середины. И, если честно, то я все его работы могу воспринимать до середины. Потом начинается какой-то дикий бурлящий поток чувств, когда герой просто мчит куда-то, потеряв голову. Даже здесь сейчас было так. Что, ну, по факту это просто у парня какой-то эгоцентризм в голове стукнул. Это, ну, типа, можно тут поспорить, я согласна. Там вопрос человечный-человечный, и как бы это всё-таки первая любовь. Но там потом, когда уже все события прошли, когда девочка вернулась, когда Ходека обратно возвращается в Токио, вот, ему его друг, редактор, говорит, типа, «Ты чё, вокруг тебя что, планета вертится? Ты думаешь, ты виновник всего этого? Серьёзно?» Ну, вот да, вот это вот правда. И знаешь, что самое интересное? Он всё равно не поменял своё мнение. Он потом, когда опять увидел Хину, такой, «Нет, это всё-таки я сделал! Это я виноват!» Права была та бабка, которая сказала то, что всё просто возвращается на свои места. Здесь и правда совершенно нечего делать. Поезда ходят раз в два часа. Единственный супермаркет закрывается в девять. Ни книжного, ни стоматологии. Зато почему-то две пивнушки. Работанья. Женихов тоже нет. Тельницы и штука. Это, на самом деле, главный спорт. Давай, окей, ладно, чуть-чуть отойдём от обсуждения общих каких-то мотивов. Обсудим это. Это, на самом деле, главный спорт всех, кто посмотрел «Дитя погоды», потому что зрители разделились на две группы. Одни, которые говорят, что это вообще история про эгоцентризм, который привёл к катастрофе. А другая группа людей... Нет, даже три я выделю. Другая группа говорит, что вообще-то это история про климатические изменения, которые очень серьёзные в Японии. Там как бы всё совсем плохо с климатом, и там действительно очень много дождей. То есть, если сравнить, говорят, знаешь, что в Лондоне туманы, постоянно дожди. В Токио в три раза чаще идут дожди, чем в Лондоне. В три раза чаще, чем постоянно дожди. У них есть сезон тайфунов, когда в сентябре только дожди идут. Ну, это, на самом деле, много где в Азии встречается. Ну да, но просто, учитывая, что Япония вообще на воде стоит, им как бы это вдвойне, знаешь. Третья группа, которая говорит, ребят, это вообще-то история про то, что всё в мире возвращается обратно туда, куда оно пришло. Типа то, что родилось, оно через какое-то время умирает. И если это с людьми мы понимаем, то, например, с городами мы не очень понимаем, что такое бывает. А на самом деле, как говорит как раз эта бабушка, что Токио когда-то было глубинами океана, дном океана. И действительно, если посмотреть старые фотографии Токио, не фотографии, даже рисунки Токио, которые там средневековые. Да, он был меньше, там было больше воды. Там было больше воды, там были каналы, он больше был похож на какую-нибудь Венецию, например, чем на большущий мегаполис с небоскрёбами. Там же были эти плавучие города, деревушки? Да, да, да. Вот. И поэтому как бы Токио в конце «Дитя погоды» просто вернулся, начал возвращаться к тому Токио, который когда-то давным-давно был. И просто всё как бы циклично возвращается, и мы не знаем на самом деле, как должна быть погода. То есть то, что сто лет мы наблюдали за погодой, и она была такой, не значит, что она всегда должна быть такой. Ну да. Вот. И я-то как раз принадлежу скорее к третьей группе. Мне не кажется, что это история про какой-то эгоизм. И несмотря на то, что Ходека поступает, понятное дело, исходя из своих личных интересов и своей любви к Хине, но мне так кажется, что человек имеет право поступать, исходя из своей любви к другому человеку. Нет, это правда. Я ничуть, скажем так, не ругаюсь на него, но окей, этот факт побесил то, что нет, это всё равно я виноват. Просто, как мне кажется, ребята просто были частью этого глобального плана. Ну, как бы Синкай нас буквально посвящает в эту мифологию, в этот мир. Там, очевидно, есть какие-то свои боги, драконы летающие, летающие киты, рыбки непонятные. Вот. То есть девчонка там просто как ключик какой-то поворотный, и Ходека в том числе. Ну, просто нужно было каким-то образом запустить этот механизм, чтобы всё опять вернулось на круги своя. Просто обидно, что он всё-таки, не знаю, как-то, видимо, не до конца догоняет это всё. Мне кажется, что это процесс, понимаешь? Возможно. Он же поговорил как раз вот с этой бабушкой, которая ему рассказала, он поговорил с Кейсуке, которая тоже сказала, типа, что вокруг тебя земля крутится, что ли. И несмотря на то, что, да, он в конце как бы увидел Хину и сказал, нет, вообще всё из нас, но мне кажется, что он это сказал не с точки зрения, нет, это мы изменили мир, хотя, ну, как бы так формулировалось, сколько, исходя из того, что то, что он придумывал в голове, это были успокоения Хины, типа, оправдания её, а чтобы там, типа, она не обижалась или там, я не знаю, ещё что-то, чтобы она как-то, чтобы объяснить свои действия. А в конце он говорит, вообще-то мои действия объясняются не тем, что там всё и так пошло бы таким путём, я тут ни при чём, а всё объясняется тем, что я в неё влюблён и всё. Он как бы такой, вот поэтому, типа, из-за нас, ну, как бы, из-за нас я тебя спас, а не из-за того, что там что-то ещё. Ну, может быть, может быть. Просто, знаешь, если бы она там реально нужна была на том свете, на той стороне, его бы вряд ли пустили, вряд ли бы дали забрать девчонку. Да, это тоже аргумент, я согласен. Так что... Но ещё есть интересная история с тем, что в Японии, ну, и, в принципе, кстати, во многих мифологиях, всё про баланс. То, что где-то что-то исчезает, где-то что-то появляется. И когда Хина первый раз, когда её мама умирала, помолилась, чтобы было солнце, потому что шёл дождь, она в этот момент как бы нарушила баланс. Ну, уже должен был идти дождь, и началось светить солнце. И это, собственно, запустило всю цепочку событий. И поэтому и разговор про то, что как бы она должна была вернуться для того, чтобы баланс... Восстановить. Восстановить, да. А она не вернулась, и баланс как бы остался сбитым. То есть такой ещё, может быть, как бы контраргумент к тому, что мы говорим. Ой, мне кажется, мы сейчас в дебри уйдём с этим балансом, потому что там слишком много отдать и принять. А может быть, баланс до этого был нарушен, а на самом деле сейчас, когда дождь идёт, он возвращается? Да фиг его знает. Может быть, знаешь, она, например, помешала процессу, и ей нужно было попасть на небо, чтобы просто силы отдать вот эти вот, типа, забирайте это солнышко, нафиг не надо. Ну, кстати, мы не знаем, да, может ли она теперь вызывать солнце. Ну, она же стояла в конце, молилась, и ничего не получилось. Ну, я подозреваю, просто она тоже стояла такая. Не знаю, мне кажется, она просто смотрела. Ну, без понятия, кто о чём думал. Да, да. Но, кстати, если она действительно отдала силы, то это ещё интереснее становится, как бы, подумать об этом. Между прочим, когда-то на месте этой части Токио было море. Прошло всего ничего, 200 лет. Город Эда был одним большим заливом. Постепенно люди и погода это изменили. А сейчас всё просто вернулось на круги своя, если так посмотреть. История с тем, что это про глобальное потепление, тоже мне в целом кажется, вписывающаяся в траекторию пути Синкай, учитывая, что предыдущая его работа «Твоимя», очевидно, была реакцией на землетрясение и трагедию 2011 года в Японии, когда очень много людей погибло. И как бы он в своём произведении хотел, хотя бы как бы в своём произведении, вернуть часть из них живым. Вот, и он там перепридумывает трагедию, говорит, что её можно отменить и как-то спасти людей, которые погибли в этой трагедии какой-то катаклизме. И если он как бы даёт такую реакцию на реальные происходящие события, то неудивительно, что он может дать реакцию в виде дитя погоды на какие-то климатические изменения в Японии. Это в целом тоже укладывается. Ну и как в целом, мне кажется, у хорошего режиссёра в хорошей картине, особенно в хорошем аниме, это не может быть история про что-то одно, это история сразу про много всего. Ты можешь просто выбрать, что из этого к тебе ближе. Мне очень понравилась там сторонняя линия про папу и дочку. Очень, скажем так, ну насущная, ненасущная, но в общем классно показали. Там, мне кажется, с этим чуваком очень интересно то, что с Кейсуке это параллель же на самом деле с главным героем, потому что у Кейсуке умерла жена, был очень молодой, вот. И он такой же в целом, как Ходока, застрявший в своём подростковом возрасте парень, который до сих пор не пережил эту трагедию смерти своей любимой и до сих пор там во сне... Ну он до сих пор не может прийти в себя. До сих пор не может прийти в себя, да. И когда он останавливает Ходоку в финале, он и останавливает Ходоку, потому что не хочет, чтобы с Ходокой повторилось то, что с ним происходит. И потом помогает ему от поэцейских сбежать ровно по этой же причине. И это очень прикольно, что ну как бы два противоположных, кажется, действия для него вызваны одной и той же мотивацией, чтобы у Ходоки как бы не было такого, как у Кейсуки, чтобы он чувствовал себя по-другому и либо как-то пережил трагедию в одном случае, потерю, либо в другом случае как бы как-то смог перепридумать опять же прошлое и как бы отменить жертвоприношение, отменить исчезновение кино. Ну, кстати, да, да. Есть такая параллель, прикольная очень. Вот. Очень классно её спрятали, что ли. Да, так сразу и не догадаешься. Но меня, кстати, удивило именно не вот это параллель с Ходокой, а скорее опять вот эти вот семейные межличностные отношения, то есть как он любит свою дочку, и при этом какая суровая бабушка. Типа нет, я вам всё равно не отдам, вы выглядите как курильщик. Курильщик, да. Ну я не курю, да, но выглядите как курильщик. Что? Ну то есть у меня мозг взорвался на этом моменте. С одной стороны это жёстко, а с другой стороны очень даже правильно, что бабушка так говорит, просто потому, что, ну как бы парень, приведи себя в порядок, соберись уже, возьми себя в руки. Ну и в конце аниме у него там своя редакция с двумя этими работницами в каком-то небоскребе. Маленький кабинетик, но уже своя редакция. Да, ну я думаю, что просто то здание затопило, на самом деле, в котором он был. Ой, я вот знаешь, самый смешной момент для меня был, когда он видит, что за окном водичка, открывает окно. Я открываю это окно, и я такая, нафига, зачем? Да, это... Я вот не поняла. Ну это просто ещё раз показывает его state of mind. Он решил, может, так полы помыть. Ну зачем мыть, если можно намочить, да? Все бумаги, весь стол, пофиг, что там там, ну телефон, компуктер и всё остальное. Да главное, кошка-то намокла. Да кошка по барабану. Тебя, как всегда, эти семейные отношения увлекают больше. Ну да, да. Не знаю, мне почему-то очень нравится эта тема. Мне ещё нравится такая совсем уж, знаешь, третьестепенная история с Нацуми, которая пытается работу найти. Ой, она вообще классная. С ней такая смешная история. Типа она любовница и даже не скрывает это. Дурак какой. Да. Ну она его и подстёбывает очень смешно. Да, да. Не, моя любимая история с ней, когда она ищет работу, не может её найти. И вот тот момент, когда она везёт ходоку к этому старому... Может, не устроиться в полиции? Да, да, может, не устроиться в дорожную полицию? Боюсь, тебя туда уже не возьмут. Это было смешно и хорошо. Да, ну видишь, что СНКС становится смешнее, действительно, и как-то светлее. Ну, то есть и Дитя Погоды, и твоё имя на секундочку очень радостно заканчиваются. Блин! Вы что? Нацуми сад! Скажи, я крута? Может, я призвание всей своей жизни нашла? Пойду-ка я в дорожную полицию! Теперь вас, наверное, туда не возьмут! Кстати, ещё один мотив у Синкая, то, что он довольно смело берёт и перекидывает нас на какое-то количество лет назад и вперёд. Ну, то есть, чаще вперёд. Там, твоё имя заканчивается спустя сколько лет между тем, как они забыли друг друга... Да, и тем, что они наконец-то пересеклись и встретились. Вся погода тоже заканчивается. Три года как бы вообще-то отучился ещё Ходека, прежде чем вернуться обратно в Токио. Да, да. И в ранних работах тоже это есть. Там, например, опять же, «За облаками» моём любимом, там между событиями в начале, когда они в школе, и концом, где они как бы на работе проходят, там десяток лет, по-моему, ну или около того. То есть, у Синкая как раз нет вот страха какого-то перемещения во времени, растягивания сюжета, да, он довольно смело это всё делает. И вот тебя покорёжило, что Ходека так экспрессивно в конце спасал Хину. И мне кажется, как раз то, что сделан вот этот разрыв в три года, даёт возможность ему остыть, а финал сделать более таким, не то что не эмоциональным, а менее с горячей головой, знаешь. Ну да, спокойный. Да, да. Вот, поэтому Синкая идёт на такие штуки, они довольно часто у него появляются. Это тоже, конечно, один из мотивов. Помимо мотива там фантастического, да, мы уже упомянули вскользь, у Синкая очень часто история про любовь. И очень часто история про подростковую любовь. Вот, и Синкай, кстати, объяснял на самом деле в интервью, почему у него так. Он рассказывал, что когда он был сам подростком, он переживал довольно трудные времена. Для него спасением были аниме, ранобе и манго, которые он читал. И она ему очень нравилась. И как-то она для него была каким-то местом эскапизмом, местом, чтобы спастись от каких-то тревог, тягот реального мира и каких-то там разбитых сердец. А сейчас, когда он уже вырос, он отдаёт долг этой своей молодости и своим вот этим самым сильным впечатлениям, которые в подростковом возрасте появляются. И он рассказывал в интервью, что он старается показать, что какие бы тяжёлые штуки не были, как бы эмоционально всё не было, но всё рано или поздно заканчивается хорошо. И более того, он пытается дать своими фильмами как раз таким подросткам, каким он был сам, возможность куда-то убежать, какой-то эскейп почувствовать. Вот, какое-то там... Ну прям реально. Солнышко среди дождя. Жизнь в ярких красках, вот так. Да, но при этом видишь, он не пытается намазать мёдом всё это, что всё на самом деле хорошо. Он говорит, ребята, печально, тоскливо, грустно, очень одиноко, всегда очень одиноко. Но кажется, что всё это проходит. Ходока, ты плачешь? Всё хорошо? Да. Хина-сан, у нас непременно... Всё будет хорошо! Ещё, конечно, и «Дитя погоды», и твоё имя выделяются на фоне остальных произведений саундтреком группы Двимс, которая просто разрывает моё сердечко. Она у меня всё время в плейлисте. Мне очень нравится. И они изначально... Почему Синкай с ними работал для твоего имени? Они написали песню после как раз трагедии 2011 года, в которой как бы делились своими чувствами по поводу этого всего. И Синкай обратил на это внимание и позвал их, соответственно, тоже исполнить музыку, написать музыку и исполнить её для твоего имени. И, видимо, так совпало, для твоего имени потрясающий саундтрек, что для «Дитя погоды» та же группа тоже делала музыку. И, честно говоря, сейчас, когда я жду там Сунзуми, закрывающие двери, следующий фильм Синкай, который готовится, пока есть только афиша, с, кстати, затонувшим городом и дверьми. Кажется, продолжение истории. Возможно, нет? Нет, Синкай говорил, что и твое имя, и «Дитя погоды», и Сунзуми будут в одной вселенной. То есть это одна вся... Одна трилогия, грубо говоря. Понятно. Поэтому я там жду не только сам фильм, но я жду ещё и саундтрек от Road Wimps, потому что... Ну да, не стоит изменять традиции. Да, потому что они суперклассные. И нам просто говорят, что мы не очень много уделяем время музыке в выпусках. Нам это говорят в опросе, который мы провели в Телеграме. Мы прикрепим ссылку и здесь. Ребят, если вы как бы слушаете Баку регулярно, то, пожалуйста, буквально две минуты вас это займёт. Мы просто хотим получше узнать, что вам интересно, чтобы делать более классные выпуски. Вот. И нам там сказали, что мы недостаточно много времени уделяем музыке. Мы в этом выпуске тоже не очень много времени уделили музыке, но я считаю 100% важным отметить этот момент. Да, да. Это можно отметить. И мне кажется, для музыки там... Мы очень сильно закопаемся, ещё в какой-то момент начнём спорить, поэтому это, по-моему, тема для отдельного выпуска вообще. Ну, я думаю, да, мы какой-то выпуск про музыку точно сделаем рано или поздно. Вопрос про какую музыку и когда, но сделаем, потому что это очень интересно. Но заслушайте этот выпуск до конца, потому что в титрах будет та самая музыка, о которой я говорю, да. На этом всё. Как всегда, ставьте нам, пожалуйста, оценки и пишите нам отзывы в тех подкаст-приложениях, в которых вы нас слушаете. Это помогает другим людям познакомиться с нами, узнать нас, подписаться на нас. И рассказывайте своим друзьям, делитесь Бакой где только возможно. Ставьте рекомендовать группе ВКонтакте, подписывайтесь на группу ВКонтакте. И пишите нам, как вам этот выпуск нам в телеграм-чат. И донами становитесь. И донами становитесь. И опрос проходите. И вообще всё-всё делайте по ссылкам в описании. Это нас очень радует. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok